Благодарю вас, что остаетесь с нами. Это традиционное время новостей на Первом Карагандинском. Обещаю рассказать все самое интересное. Меня зовут Полина Малюкова и мы начинаем. Уровень заболеваемости COVID-19 снижен. 17 августа в Казахстане постепенно снимают карантинные меры, возобновят деятельность торговые дома, крытые рынки, салоны красоты и другие объекты. Кошмары на улице Крылова. Вот уже больше года люди страдают от бессонницы. Всему виной светофор со звуковым сигналом. В Карагандинской области с рабочей поездкой побывал министр сельского хозяйства Сапархан Умаров. Глава ведомства посетил ряд хозяйств Абайского и Асакаровского районов. Уровень заболеваемости COVID-19 снижен. С 17 августа в Казахстане постепенно снимают карантинные меры, возобновят деятельность торговые дома, крытые рынки, салоны красоты и другие объекты. Подробнее о новом режиме рассказал глава региона Женес Касымбек. Решение о послаблении карантина приняли эксперты Межведомственной государственной комиссии. Снова могут работать торгово-развлекательные центры, салоны красоты, крытые рынки, фитнес-центры, сауны и бани. При этом важно контролировать заполняемость не менее 4 квадратных метров на одного посетителя. Группами не более 5 человек и по предварительной записи возобновляют деятельность центра дополнительного образования, а также дежурные группы в детских садах. Уважаемые карагандинцы, послабление карантинных мер не означает полного отказа от ограничительных мероприятий. Все мы помним, к чему привело послабление карантина в мае. В итоге люди отправились на самые обычные воскресные прогулки, начали устраивать массовые семейные торжества, перестали соблюдать меры предосторожности, социальную дистанцию, гиену рук. Такое несознательное поведение граждан привело к печальным последствиям, с которыми мы боремся до сих пор. Поэтому прошу вас, учитывая прошлый опыт, проявить само сознание, дисциплину и ответственность за себя и близких людей. В выходные строгий карантин будет возвращаться. В эти дни запрещено работать торгово-развлекательным центром, салоном красоты и другим объектам, которые возобновили деятельность. Также будет приостановлено движение общественного транспорта. По-прежнему сохраняется запрет на проведение зрелищных, спортивных, семейных, торжественных и других массовых мероприятий, в том числе на дому, работу развлекательных заведений, баров, ночных и игровых клубов, фудкордов, кинотеатров, театров и прочих развлекательных заведений для детей и взрослых. Запрещена деятельность объектов культуры, музеев, проведение конференций, выставок, форумов, а также бассейнов, городских и общественных пляжей, аквапарков, работа религиозных объектов. По-прежнему будет запрещено движение пригородных пассажирских поездов и электричек, за исключением рабочих поездов, междугородних автобусов, микроавтобусов, формирование общих вагонов. Глава региона Женес Касымбек призвал карагандинцев не расслабляться. Инфекция никуда не ушла. И, возможно, новая волна заболевания. В области делают все возможное, чтобы подготовиться к очередной вспышке. До октября будет завершена реконструкция и ремонт инфекционных больниц дополнительно. В Абайе, Балхаше, Тимиртау, Шахтинске началось строительство модульной инфекционной больницы на 200 коек в Джисказгане. В октябре планируем этот объект уже сдать. Продолжается оснащение больниц современной медицинской техникой. Есть в наличии 192 ИВЛ-аппарата, 1500 концентраторов кислорода, 645 пульсоксиметров. До октября будет поставлено еще 500 концентраторов кислорода, 1500 пульсоксиметров и 151 ИВЛ-аппарат. На 24 объектах устанавливаются сегодня централизованные системы подачи медицинских газов кислорода. Работают 17 кабинетов компьютерной томографии. До октября месяца будет установлено еще 5 компьютерных томографов. Приобретут 40 современных рентгенаппаратов. Чтобы избежать дефицита на лекарственные препараты, уже сегодня пополняют стаб-фонд. Но одно из главных условий скорейшего возвращения к привычной жизни – соблюдение всех санитарных норм. Режим локдауна стал причиной серьезных сбоев в жизни людей по всему миру. Но эти меры помогли взять вирус под контроль. Сейчас мы постепенно возвращаемся к привычной жизни, возрождается деловая активность, открываются общественные места. Но это вовсе не означает, что можно расслабиться. Сейчас необходимо сделать все, чтобы избежать повторного введения режима ограничений, чтобы мы могли поскорее вернуться к нормальной жизни. Спасибо всем, кто в этот непростой период проявлял дисциплину, самообладание и выдержку, несмотря на трудности. Женес Касымбек отмечает – пандемия в ближайшие месяцы никуда не уйдет. Несмотря на послабление, важно соблюдать предосторожность. Ношение масок, соблюдение социальной дистанции, отказ от массовых мероприятий и личная гигиена – крайне целесообразны и важны. Полина Малюкова, Андрей Тимофеев, Первый Карагандинский. Кошмары на улице Крылова. К нам в редакцию обратились жильцы одной из многоэтажек Михайловки. Вот уже больше года люди страдают от бессонницы. Всему виной светофор со звуковым сигналом. Светофор на перекрестке Крылова-Охотская появился всего пару лет назад. Позже его оборудовали звуковым сигналом. Однако о том, что район спальный, пятиэтажки и частные дома, никто не подумал. Забыв о прежней спокойной жизни, некоторые местные жители всерьез задумываются о переезде. Ночью вообще спать невозможно. Он всю ночь пикает. Это вообще ужас. Вот духота была, окна ничего не откроешь. Вообще с открытыми окнами вообще невозможно спать. Вот он всю ночь пи-пи-пи-пи. Это вообще, это уже на нервы так действует. Это вообще спальный район называется. Не ночь, а кошмары на улице Вяза. Мы уже думаем, может и квартиру продавать в каком-то тихом месте покупать. Вообще невозможно тут жить стало. Когда мы заселялись, тут вообще у нас так тихо, спокойно было. Мы, не знаю, не вздумались, что вот так вот может быть. Карагандинцы понимают, что звуковой сигнал необходим инвалидам по зрению. Но для чего ему работать всю ночь, просто не укладывается в голове. Такой пронизывающий аж в ушах ночью спать невозможно. У нас же закон вышел вроде о соблудении в тишине из какой-то времени там до какой-то ночной времени. Здесь за 32 года я ни одного слепого не видел. Тем более, что ночью здесь слепие не ходят. Поэтому я обращаюсь к людям, которые могут это сделать, уполномоченные. Я не знаю, кто уполномочен, выключать светофор вот этот на ночь. Или хотя бы выключать звуковой сигнал. Чтобы люди, у которых окна выходят на дорогу и на перекресток, могли открывать окна и спать спокойно. По словам заведующего сектором пассажирского транспорта, представители общества инвалидов просят их оборудовать сигналом как можно больше пешеходных переходов. Для данного перекрестка Крылово-Охотское это особенно актуально. Рядом инфекционная больница и отделение полиции. В ночное время звук уменьшается. Это у нас настроено на всех перекрестках, где такое звуковое сопровождение имеется. Но дополнительно мы по нему выйдем в ночное время. Если, конечно, будет сильно завышаться звуковое, но мы еще уменьшим. Но если понадобится, то и в ночное время именно на данном перекрестке мы можем и выключить его. Если оно так сильно будет мешать. Стоит отметить, что всего в Караганде 160 светофоров. Из них 51 оборудован подобным звуковым сигналом. На центральных улицах Бухаржирау и Нуркен Абдирова предупреждающие сигналы звучат гораздо пронзительнее. Громкость зависит от транспортного потока. Полина Малюкова, Данил Тарасов, Андрей Тимофеев, Первый Карагандинский. Сразу два города в Карагандинской области сменили руководителя. В Жизказгане на эту должность назначен Кайрат Абсаттаров. А бывший Аким Жизказгана Кайрат Бегимов назначен градоначальником Цимиртау. Новых руководителей активом представил глава региона Женес Касымбек. До этого назначения Кайрат Абсаттаров занимал пост первого заместителя председателя правления, члена правления, государственной корпорации, правительства для граждан. Кайрат Бегтайвич имеет опыт государственного управления, знает проблемы города и находит решение. Он сможет организовать работу в соответствии с задачами, поставленными президентом, благодаря своему опыту и знаниям. В свое время Кайрат Абсаттаров занимал должности в аппарате Акима Карагандинской области, был вице-министром транспорта и коммуникации, председателем комитетов в нескольких министерствах. Депутаты Жизказганского маслехата единогласно проголосовали за его кандидатуру на пост Акима города. Дорогие земляки, хочу вас поблагодарить за оказанное доверие. Я постараюсь его оправдать. Аким Жизказгана Кайрат Бегимов назначен главой города Тимиртау. Женис Касымбек поставил перед новым руководителем конкретные задачи по улучшению жизни города Металлургов. Много системных проблем, они характерны для всех моногородов, не только для Тимиртау. Это связано и с ЖКХ, это связано и с жилищным строительством, вопросами коммунально-бытового хозяйства и так далее. Особенно большой блок вопросов это в осенний-зимний период, в отопительный период. Мы все помним, ежегодно это проблема, работа ТЭЦ-2. Последний год достаточно сложно это было. Поэтому я думаю, что мы сможем нормально эту работу продолжить. Спасибо за оказанное доверие и назначение меня Акимом города Тимиртау. Для меня честь и ответственность быть Акимом города, где начинал свою трудовую деятельность первый президент. Продолжил все свои силы, знания и опыт, чтобы оправдать ваше доверие. Теперь уже бывший Аким Тимиртау Галымашимов назначен руководителем управления государственного архитектурно-строительного контроля Карагандинской области. В Карагандинской области с рабочей поездкой побывал министр сельского хозяйства Сапархан Умаров. Глава ведомства посетил ряд хозяйства Байского и Осакаровского районов. Его интересовала готовность к проведению уборочных работ, а также участие региона в решении задачи по развитию животноводства. Первым объектом рабочей поездки стал мукомольный комбинат. За одни сутки предприятие производит более 380 тонн продукции. В прошлом году было произведено 60 тысяч тонн отечественного продукта. В этом году показатель в 40 тысяч достигнут всего за 7 месяцев. Кроме того, компания полностью перешла на автоматизированную систему управления. На предприятии трудится 260 человек. По словам специалистов, спрос на эту продукцию с каждым годом растет не только в нашей стране, но и в России, Узбекистане и Афганистане. Производительность наших обоих мельниц хлебопекарной линии 300 тонн в сутки, макаронная линия 80 тонн в сутки, с зерном подписаны договора с учебными центрами. Люди участвуют в обучениях, получают новые профессии. В Абайском районе активно реализуются крупные фермерские проекты. Помимо пшеницы и ячменя, сотрудники частных сельских хозяйств сеют кукурузу и картофель. Также увеличивается поголовье крупного рогатого скота. Фермеры обратились к министру с просьбой рассмотреть вопрос об увеличении размера субсидий на закупку необходимой техники. По словам земледельцев, нужна поддержка и в субсидировании семенных культур. Темпы развития сельского хозяйства высокие. В уборке урожая принимают участие более 2600 комбайнов. Также увеличились объемы посадки картофеля и овощей. Весной нынешнего года для благоустройства полей было выделено 170 миллиардов тенге. В этом году в области засеяно 10 тысяч гектаров картофеля, 1600 гектаров овощей. Сейчас погодные условия усложнились. Несмотря на это, хозяйство получает хороший урожай. Поэтому нам, всем нашим фермерам, надо стараться соблюдать технологии. Для этого со стороны государства вся необходимая поддержка оказывается. Министр посетил около 10 хозяйств Абайского района и выслушал предложения и просьбы землевладельцев. Рабочая поездка завершилась ознакомлением с производством в Асакаровском районе. Андрей Тен, Андрей Тимофеев, 1-й Карагандинский. Не пустые требования. Мониторинговые группы региона продолжают отслеживать, как предприниматели соблюдают постановление главного санврача области. Наша съемочная группа тоже приняла участие в рейдовых мероприятиях. Кто и что нарушает, расскажем в следующем сюжете. Первой остановкой мобильной группы стал колбасный завод. Санитарные правила здесь начинают соблюдать с порога. У входа расположен здесь барьер. Периодически его смачивают специальным раствором. Время прихода сотрудников строго фиксируется. Здесь же измеряют температуру. Все данные заносятся в специальный журнал. У нас идет ежедневно утром. Технически у нас начинают утром полностью. Плюс у нас еще есть дезрастворы. Специально распыляющие мы распыляем по стенам, потолки, когда мы можем. Полы обязательно. После того, как она прошла хлорированную уборку, после этого у нас еще здесь раствор. Если хотите, я вам тут показать его. Дезинфекционные мероприятия. Обязательно, да. То есть она минимум три раза дезинфицирует стены, полы, ну, все помещения, офисы, скамейки там, все-все-все. Столовые, там, ручки, все. Но хлорированная идет, хлорка протираема до шести разов. Такие строгие правила на заводе были всегда. Во время карантина появилось только одно новшество – масочный режим. Без защитного средства сотрудников просто не пускают на рабочее место. Внимательно относятся и к состоянию здоровья. А скажите, а если один сотрудник у вас с температурой пришел на работу, что вы делаете? Если один пришел сотрудник с температурой, мы фиксируем это так, что он не допущен к работе по причине того, что у него высокая температура. Ставим число, фамилию указываем. И, естественно, это уже направляется у нас в этот… Это потребуется, конечно. Ну, по участку, как там. Ветту. Да. При приприятии действует небольшой продуктовый магазин. Табличка у входа предупреждает – входить без масок запрещено. Обслуживающий персонал также использует средства защиты. Обменяют их раз в 2-3 часа. С таким же временным промежутком обрабатывают ручки, витрины и все поверхности, до которых касаются люди. Теперь скажите, запас маски, перчатки есть? Все, есть. Покажите. Так, вот, если только стоит, куда мы укладываем грязные перчатки, вот это у нас чистые, вот это упаковка новых перчаток, это все чисто. Через данный режим, мы проходим через цех, мы же сотрудники цеха, там у нас мерятся, там отличаются. А вот в следующей торговой точке персонал не такой ответственный. Основные требования соблюдены. Но продавцы еле нашли свои градусники, а журнал термометрии не заполняли уже две недели. Сегодня же 14-й, да? Да. А вот последний раз с 5-го числа. Снимайте. Да еще один. Да, почему? Там где тетрадь? Вот так. Журнал, где там, в штурмский тетрадь ваша. 5-й, 0-й, 8-й, последний раз это. За руку свой тетрадь. Теперь сотрудников магазина ждет штраф. В Октябрьском районе действуют четыре мобильные группы. В их числе сотрудники Акимата, специалисты Управления контроля качества и безопасности товаров и услуг, а также полицейские. Нами проводятся ежедневные, выходные дни, праздничные дни и ночное время рейды. Во время рейды мы проверяем соблюдение карантинного режима в торговых объектах, здравоохранении, частных структурах. В целом, с 5 июля специалисты проверили 407 объектов Октябрьского района. В 57 из них были выявлены нарушения. Чаще всего правила не соблюдают мелкие дворовые магазины, игнорируют масочный режим, не измеряют температуру сотрудников. На этом специалисты не останавливаются. Мониторинг объектов бизнеса будет продолжен. Полина Малюкова, Андрей Тимофеев, Первый Карагандинский. В Караганде наградили победителей онлайн-турнира «Побегу». Участники регистрировали свои результаты в приложении «Страва» и отправляли их в Управление физической культуры и спорта. Необычный турнир проходил с 7 по 10 августа. Участвовать в нем могли люди разных возрастов из любых населенных пунктов области. Самым молодым участником турнира стал 9-летний Леонид Краснов из Караганды. Ему дали приз за волю к победе. По итогам турнира первое место среди взрослых занял Павел Овцинов из Караганды. Он пробежал 5 километров. Среди девушек дистанцию в 4 километра быстрее всех преодолела карагандинка Виктория Сенькина. Юноши бежали 3 километра. Лучший результат показал Даулет Берегбол из Караганды. Среди девушек победительницей на дистанции 2 километра стала жительница Тимиртау Ольга Панина. В возрастной категории от 15 лет и младше первое место занял Азамат Аденов из Абая. Среди девушек главную награду получила Анастасия Цверкунова из Караганды. В областном управлении физкультуры и спорта заявляют, что этот онлайн-турнир не последний. В регионе и дальше будут поддерживать интерес граждан к спорту и здоровому образу жизни. Андрей Тен, Андрей Тимофеев, Первый Карагандинский. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова